Илон Маск вновь шокировал всех. Ракета Super Heavy успешно прошла первое огневое испытание. Подводный дрон Sea Searcher поможет искателям затонувших сокровищ. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Обязательно досматривайте это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Недавно состоялось собрание акционеров Tesla, на котором Илон Маск сообщил невеселую новость. Нашумевшего электропикапа Cybertruck за 40 тысяч долларов не будет. Возможно, если все сложится благоприятным образом, появится другая его версия. Значительно дороже, но не в этом году и даже не в следующем. В качестве причины Маск сослался на невиданную инфляцию в США. Также он сообщил, что с момента первой презентации Cybertruck в 2019 году многое изменилось. Настолько много, что до сих пор не удалось выпустить ни одного экземпляра пикапа. Хотя предзаказы на них оформляют исправно. Маск пообещал всем, кто уже внес предоплату, получение еще более лучшего чертовски крутого продукта. Но позже. О том, сколько будет стоить обновленный Cybertruck, Илон Маск не сообщил. Также он крайне туманно описал производственный процесс. По его словам, Tesla в ближайшие месяцы начнет устанавливать необходимое оборудование и закупать детали. То есть можно с большей уверенностью утверждать, что пикап еще не скоро появится на дорогах, если появится вообще. А вот что касается еще одного долгостроя Tesla, электрогрузовика Semi, то здесь Маск порадовал позитивными новостями. Он заявил, что версия Semi с запасом хода 800 километров начнет поставляться в текущем году. Сколько будут стоить эти электрические тягачи, глава Tesla уточнять не стал. Но на сайте компании за ними закреплен ценник в 180 тысяч долларов. Не исключено, что первым клиентам придется платить за такие машины больше. Ведь с момента анонса успели подорожать не только материалы для изготовления аккумуляторов, но и все прочие комплектующие. Примечательно, что в серию с некоторым опережением графика должна пойти самая дальнобойная версия Semi. Ведь у грузовика есть и начальная модификация с запасом хода около 480 километров. Компания SpaceX еще на шаг приблизилась к первому орбитальному полету корабля Starship. На днях прототип двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя под кодом Booster 7 успешно прошел первое статическое огневое испытание. Одну из ключевых предполетных проверок. Во время огневого испытания инженеры задействовали только один из 33 двигателей Raptor 2, которые должны будут вывести Starship на орбиту. В процессе запуска двигатель прошел все этапы подготовки к старту и дошел до стадии включения зажигания, после чего сразу был заглушен. Вся процедура проверки заняла несколько минут и закончилась без происшествий, а непосредственно огневой тест продолжался примерно 2 секунды. Все, кто хоть однажды пытался найти затонувшие сокровища, знают, что это очень затратное и технически сложное мероприятие. Облегчить работу искателям подводных кладов поможет подводный дрон SeaSearcher. Данный подводный аппарат специально заточен для поиска металлов, который он способен обнаружить на глубине до 10 метров под морским дном. В процессе поиска SeaSearcher создает цифровую 3D-карту с указанием на ней местонахождение затерянного клада. В чем состоит принцип поискового ноу-хау – коммерческая тайна. Известно лишь, что дрон может нырять на 100-метровую глубину, после чего совершать полет над морским дном на высоте 1 метр, тщательно прощупывая его с помощью электромагнитных, радиочастотных и акустических волн. Правда, в ходе тестовых испытаний на месте одного из кораблекрушений во Флориде он так и не обнаружил золота и серебра. Ему досталась добыча помельче – предметы из алюминия, свинца, латуни, нержавейки и меди. Поскольку речь идет о прототипе будущего подводного беспилотника, его создателям есть над чем работать. Серийный SeaSearcher будет управляться дистанционно, либо работать полностью в автономном режиме по специальной программе. Также возможен вариант интеграции дрона в буксируемую установку. Американская компания Hibbi Robotics разработала гусеничного робота с магнитным механизмом, позволяющим ему ездить по металлическим конструкциям и исследовать их, даже находясь в вертикальном или перевернутом положении. Робот имеет довольно небольшие размеры – 40х30х22,5 см, а масса составляет 16 кг. Благодаря возможности примагничиваться, робот может ездить по металлическим конструкциям под разным углом, но в таком положении его грузоподъемность сильно падает – с 36 до 13 кг при езде вертикально вверх. В качестве полезной нагрузки робот может быть оборудован манипулятором, на конце которого можно установить камеру, ультразвуковой датчик для исследования поверхности или другое устройство. Робот защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Мэджи, так называется робот, получает энергию по проводу, длина которого может достигать десятков метров. Также у него есть буферная батарея, помогающая при использовании длинного кабеля. Стоимость робота составляет 35,5 тысяч вечно зеленых. Американские инженеры предложили использовать настенных роботов в качестве интерактивной системы хранения вещей. Они могут перемещаться по стене, подвозить человеку нужные вещи или увозить их обратно. Робот представляет собой небольшую двухколесную круглую платформу размером 15-20 сантиметров. Он удерживается на стене с помощью насосов, которые создают достаточно сильную прижимную силу, чтобы удерживать робота в вертикальном положении, но не такую большую, чтобы он мог сдвинуться с места. У него есть собственный аккумулятор и блютуз для внешнего управления. Инженеры оснастили колесную платформу полкой, в которой можно хранить вещи, чтобы несколько таких роботов можно было использовать как интерактивную систему, выдающую и убирающую предметы по запросу. Спасибо большое за просмотр! Обязательно поставьте свой мощный лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и нажмите колокольчик. Не забывайте делиться нашим контентом со своими друзьями и близкими. Пишите комментарии внизу и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, канал Инстардинг Новости. Не переключайтесь. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok